друзья всем привет в этом видео обзор новинки от компании Huffury модель v1 Huffury компания это суббренд от компании kubot эта модель специально разработана для девушек женщин здесь широчайшая комплектация много аксессуаров и подарочная упаковка давайте распакуем и посмотрим как это все работает буквально на днях на канале вышел обзор тоже новинки от компании Huffury модель mid и там флагманский смартфон то есть у него флагманский дизайн экран водопад и стоит подороже этот же смартфон в подобной подарочной упаковке тоже разработан для девушек и женщин но здесь стоимость на старте продаж около 13 тысяч рублей все ссылки конечно будут в описании под видео старт продаж начнется с 15 апреля внизу под видео оставлю ссылку на свой телеграм-канал real sale здесь публикую максимально выгодные предложения на старте продаж в различных маркетплейсах если желаете экономить то не забывайте подписываться производительность этого смартфона хватит для базовых задач а также много внутренней памяти 256 давайте распакуем и посмотрим на все возможности и потестируем делаю распаковку очень интересно открывается вот именно для подарка классный вариант здесь у нас сам смартфон конечно же на обзоре вариант в розовом цвете здесь кстати будет два дисплея второй дисплей тоже сенсорный для уведомлений и дополнительных функций также эта модель есть еще в синем и черном цветах ключевые возможности дисплей 658 дюймов full hd плюс это хорошо на бюджетном смартфоне и full hd плюс основная камера 64 фронталка на 32 процессор посмотрим сейчас включим что это за процессор батарея емкостью 4350 миллиампер и разъем usb-c и сразу скажу что android здесь установлен 13 смотрим на комплектацию упаковка с аксессуаром а именно ремешок для чехла кто смотрел обзор более флагманской модели half yuri mid там комплектация была аналогичная но та модель более производительная более флагманская там камера получше и оперативки больше вот такой вот чехол в комплекте документация силиконовый чехол документация sim ejector стекло в комплекте зарядный кабель формата usb-a на usb-c и еще упаковка зарядкой зарядка мощностью 18 ватт минимальная быстрая зарядка в итоге комплектации вот у нас получается очень много различных аксессуаров сразу идет в комплекте причем стекло я показывал есть наклеена заводская пленка и под заводской пленкой наклеена защитная пленка то есть есть выбор либо оставить защитную пленку либо усилить защиту и наклеить стекло делаю первый запуск и сразу посмотрим на аксессуары здесь вот у нас фирменный логотип компании это новый бренд субренд кубот кубот уже делает давно смартфона уже много на канале обзоров и защищенные и обычные но вот такие подарочные женские еще не делали значит в комплекте получается такой силиконовый чехол вот включился второй дисплей он сенсорный все хорошо все отрабатывает основной блок с камерами сзади прозрачный и по бокам под золото в боковую кнопку встроен сканер для разблокировки и кнопка открытая регулировка громкости закрытой все порты все кнопки все здесь совпадает это глобальная версия поддержка 4g lte быстрого интернета различных языков русский язык конечно же есть дисплей ips full hd plus рамки есть слева справа внизу подбородок и вверху плавный каплевидный вырез под фронтальную камеру на 32 внизу микрофон динамик и порт юсб си и есть функция распознавания по лицу с левой стороны сим-лоток сим-лоток комбинированный либо две сим-карты формата на на сим либо одну сим-карту и карту памяти карта памяти поддержка до 1 терабайта и второй чехол очень функциональный первая функция это чехол далее есть зеркало это выдвижная область выполнена из металла и также можно использовать как подставку вот таким вот образом далее есть карман функциональным его вряд ли можно назвать например обычная пластиковая карта не помещается из-за того что вот здесь ограничение у нас из-за вот этого выступа ну а так что-то положить все-таки можно карман здесь есть и в комплекте ремешок на карабинах есть специальные вот у нас ушки и можно этот чехол использовать как сумку носить следующим образом с обратной стороны материал похож на прозрачное стекло и внизу розовый цвет возможно это пластик прозрачный тут точно не подскажу боковины выполнены из пластика под модуль с дисплеем и камерами есть небольшой выступ здесь три камеры основная на 64 макро на 2 и вспомогательная вспышка и дисплей размер 141 дюймов плотность 320 на 360 есть сменные циферблаты посмотреть заряд батареи такие базовые функции как управление музыкой можно открывать камеру и основную на 64 использовать например как селфи также можем переключиться на селфи свайпом вверх уведомления свайпом вниз уровень заряда батареи двойным кликом можем изменять циферблаты чтобы активировать дисплей достаточно два раза кликнуть также дисплей будет удобен если вот таким вот образом лежит смартфон можно посмотреть первое это время а второй если идет входящий звонок тоже посмотреть либо уведомления в меню главных настроек есть специальный раздел благодаря которому можно гибко настроить это выбрать циферблат время ожидания экрана включение главного экрана например выбрать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию установлен youtube music выбор приложений из которых мы желаем чтобы приходили уведомления кастомизация второго дисплея отличная основной дисплей 659 дюймов плотность 401 dpi разрешение full hd плюс 1080 на 2408 и частота обновления стандартная 60 герц в целом дисплей хороший хорошее отображение цветов цвета достаточно насыщенные точки вот если приближение сделаем точки не видно текст будет комфортно читать посмотреть видео поиграть в несложные игры все это здесь можно в экран заходим здесь у нас конечно же есть автояркость все отрабатывает вечернее время темную тему можно включать разумеется это все есть ночная подсветка если читать много ну и все-таки базовые функции угол обзора тоже отличный информацию даже под углом видно сейчас накрученная максимальная яркость помещений все хорошо видно как отображается информация на улице в солнечную погоду сейчас включаю тоже в принципе все видно яркость достаточная но и не супер яркий обычный стандартный ps дисплей за производительность отвечает процессор 8 ядер от медиатек mt 8788 4 ядра cortex а53 1989 мегагерц и 4 ядра а 73 cortex 1989 тоже мегагерц 12 нанометров оперативной памяти у смартфона 8 гигабайт а внутренней 256 из нее свободно 223 при необходимости можно добавить карту памяти на терабайт в меню главных настроек смартфона можно сделать расширение памяти и к 8 основной добавить еще 8 из виртуальной и после применения этой опции когда мы переходим в меню многозадачности то видим 8 оперативной плюс 8 виртуальной графический чип мали же 72 mp3 тесты производительности в приложении у antutu смартфон набирает скромные 263 тысячи баллов самая базовая производительность более подробные тесты на протяжении тестирования смартфон нагрелся на 5 и 4 градуса пиковая температура 37 и 6 и разрядился на 6 процентов тачскрин понимает 7 касаний тесты скорости внутренней памяти на чтение на записи достаточно скромные бюджетные и тест оперативной памяти также отображается тест на троттлинг 30 минут 100 потоков график ровный кривая не опускалась даже до 80 все хорошо программное обеспечение установленная 13 версия андроида до 14 версия смартфон скорее всего не обновится android здесь чистый без переработок переходим в меню главных настроек здесь все по стандарту шторка стандартное управление по умолчанию установлена кнопками для удобства в настройках можно переключиться на управление жестами тогда у нас этих кнопок внизу не будет будет больше полезной области и управлять жестами конечно намного удобнее на рабочем столе у нас стандартный интерфейс но если мы зайдем в настройки главного экрана выбираем launcher style и переключаемся на следующий режим кстати есть некоторые пункты не переведены но в основном все переведено и тогда если мы переключимся в этот режим тогда можем переходить свайпом вверх ко всем приложениям для удобства здесь стандартная google звонилка сообщения предустановленные google сервисы все здесь есть этой производительности хватает пользоваться комфортно андроидом приложениями мессенджерами максимальное качество воспроизведения видео на youtube 720 60 кадров в секунду full hd 60 уже не потянет будет не плавная картинка а если видео full hd 30 кадров в секунду то тогда производительности хватит касаемо игр это конечно не игровой смартфон в несложные казуальные игры можно играть для примера попробовал установить игру папк мобайл на невысоких настройках на средних можно тоже поиграть с невысокой детализацией и не быстрой прорисовкой то есть не игровое решение но при необходимости какие-то игры на невысоких настройках можно попробовать поиграть что здесь интересного вайфай поддержка 2.4 5 гигагерц bluetooth версия 4.2 есть геолокация поддержка навигационных систем можно загружать карты пользоваться как навигатором есть модуль nfc для бесконтактной оплаты это здорово потому что смартфон сам по себе недорогой и модуль nfc здесь есть отлично проводных наушников три с половиной миллиметра не подключить только беспроводные по bluetooth либо отдельно приобрести наушники если вы любите проводными пользоваться для подключения разъема usb-c вот у меня есть гарнитура подключаем и все определяется батарея у данного смартфона четыре тысячи триста пятьдесят миллиампер поддержка 18 ваттной зарядки заявлено от производителя в режиме звонилки смартфон сможет проработать до 21 часа а в режиме воспроизведения музыки до 17 но я думаю где-то на день полтора в стандартном режиме использования смартфона должно хватать по дополнением если негде зарядить смартфон есть режим энергосбережения тесты фото и видео возможностей основная камера на 64 по умолчанию картинка это 24 мегапикселя но чтобы включить максимальное качество нужно выставить ultra hd и тогда произойдет оптимизация изображения где пиксели объединяются и получится в сумме 64 давайте посмотрим на фото что у меня получилось делать на этот смартфон вот такая вот фотография следующая фотография делаю приближение и посмотрим на детализацию ну в принципе стандартное качество фотография на улице солнечная погода ну даже фактура коры видно еще одна фотография еще одна фотография на улице солнечная погода фотография с близкого расстояния сфотографировал еще фотография ну в целом для недорогого смартфона обычное качество фотографий это тест камеры в помещении и тест на текст как отображается текст все читабельно при увеличении информация хорошо отображается максимальное качество записи видео full hd сейчас включаю пример записи видео на улице ясная солнечная погода можем оценивать как записывает камера этого смартфона итоги это недорогой но стильный смартфон два дисплея на основном дисплее хорошо отображается информация дисплей достаточно насыщенные цвета зернистости не отмечено внутренней памяти много 256 можно расширить оперативной памяти для базовых задач достаточно камера здесь на 64 обычная для стандартных фотографий и и хватит у смартфона огромная комплектация много аксессуаров сразу идет в комплекте подарочная упаковка стильный дизайн и стоит на старте продаж недорого но если бы вам хотелось подобный комплект женская модель для подарка но там где уже более производительный процессор экран водопад больше оперативной памяти то можно рассмотреть модель мид ссылку на полный обзор этой модели я тоже оставлю в описании на этом у меня все все полезные ссылки будут в описании всем пока и до встречи в новых видео